В день 115-летия освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Пенино Ленинградской области божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Этот день стал особенным для прихода, ведь впервые за всю историю его посетил правящий архиерей. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный по проекту епархиального архитектора Николая Никонова, является поистине уникальным. В 1900 году его осветил сам Иоанн Кронштадтский. Однако уже через 30 лет храм был закрыт, а иконостас перевезем в другую церковь. Лишь в 2010 году по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира протеерей Петр Мухин начал воссоздание храма, которому в этом году исполнилось 115 лет. Когда приезжал отец Анкронштадтский, где встречали 4000 человек. И был такой восторг, такое будущее оказалось этого храма, этого народа. Потом, как по Евангелию, случилась беда. Этот храм попал в руки разбойников. И вот много лет храм стоял в забытии. И 5 лет назад, Сейс Петр, побывав здесь, почувствовал здесь благодать Господню, взял на себя смелость возродить этот храм. Я всячески приветствую наше духовенство Петербургское, которое помогает храмам в Ленинградской области. Для настоятеля прихода, протеерея Петра Мухина, день освящения храма является тройным праздником. Он также отмечает день своего рождения и день тезаименитства. По окончании божественной литургии, митрополит Варсонофий поздравил отца Петра и вручил ему образ смоленской иконы Божьей Матери и патриаршую награду. После богослужения на территории храма состоялся праздничный концерт и общая трапеза. Прием такой, ну вот человеческий прием. Очень понравилось. Это такой уголок в природе, в такой прекрасной природе и такой храм. Несмотря на то, что многие элементы храмового убранства уже восстановлены, некоторые прихожане до сих пор помнят, как выглядел разрушенный храм почти 80 лет назад. Меня дедушка водил в 1936-1937-1938 год за ручку сюда, и мы стояли перед алтарем. Кресты, видал, как чирикали, избрасывали цепочкой, дергали, и эти кресты падали сюда. Это был 1939-1940 год, перед самой войной. Сегодня храм ежедневно посещают паломники со всей России. Особым почитанием пользуются освященная святым Иоанном Кронштадтским часовня Пороскевы Пятницы, которая стоит на святом источнике. В этом месте Иоанн Кронштадтский когда-то высадил Березовую аллею, ведущую от источника к храму. Четыре дерева сохранились до сих пор. Также на территории расположилась и другая часовня, называемая Пчелиной. Внутри находятся лечебные кровати с пчелиными ульями, которые помогают людям избавляться от многих болезней.